приветствую вас на канале москвичи в крыму не забываем сразу в начале видео поставить палец вверх и мы сейчас ялте и здесь уже украшают потихонечку набережной сзади меня первый вот этот замок с проходными воротами такими там уже ставят этот пряничный домик где дед мороз ну там и иллюстрация да там через телефон делаете через приложение вот фонтанчик еще не задекорировали видать скоро будет этим заниматься наверное воду отключат и все вот но он этот домик про который я говорю там с помощью приложения можно подходить к окнам и там дед мороз появляется машет ручками народу кстати не так много сегодня будний день вот зато посмотрите какое небо прям как фильмах каких-нибудь про конец света какая туча завихрение и свет так падает солнце купол ну да народу вообще прям маловато зато на выходные все сразу выходят гулять но и мы уже приехали но хотя как бы наоборот под вечер должен быть народ но как-то не очень июлька хочет что-то перекусить сейчас посмотрим что здесь где есть не знаешь а посмотрим да тут чисто копеек так здесь тоже вот это замок стоит что-то он как-то уже весь на перекос кому уже третий год подряд до 3 или какой второй декорации с трудом выдерживают все уже такое пошарпанная немного он к видит вмятины увидеть из как стороны посмотреть какой неровный домик вот здесь не хватает гирлянды но может потом конечно доделают ближе к новому году как все наполнено сюда на эту сторону украшают но пока что ничего не видно может ближе к новому году конечно что-то и будет интересный ветер холодный но мы в ялту приехали потому что мне надо было сделать фотографию для работы вот так бы мы сегодня навряд ли бы поехали сюда именно погулять потому что утром сегодня проснулись как нам показывала плюс 5 градусов вообще выезжали мы из дома и по трассе было плюс 9 градусов здесь вот со стороны моря прям дует такой холодненький ветер вылетел под красный вся скукожилась так так чисто прогуляемся покажем погоду как бы свежая такая информация море я не знаю мерить ну можно вот здесь кстати померить температуру воды сейчас тогда померяем температуру воды прям сразу чтобы далеко не отходить никуда чтобы не забыть но и дальше еще чуть прогуляемся может юльки найдем чем-нибудь вкусненького покушать чтобы он перекусил чем горяченького наверное хочется может чайку возьмем и чем-нибудь перекусить если что-то найдем такое интересное да вам конечно обязательно сниму что сколько стоит вот и покажу вам а блин что-то я не подумал здесь высота большая как я здесь буду мерить температуру воды у меня градусник даже не достанет оттуда на дальше там вот на самой набережной где я мерил уже температуру воды там будем тогда значит мерить здесь у меня градусник не достанет вот потому наверное народу нету потому что холодно а мы с алиной гуляем хорошо в дороге сейчас спала весь маршрут пока я там сам бегал тоже спала и сейчас он быстренько в коляску оперативно уже перекважили даже не успела проснуться как дальше спит но тоже может холодно ветерок поддувает но да должен защищать по идее ну да вот было бы сейчас солнышко вот эту тучу прям висит сайпетри получается сама на сайпетри находится и вот оттуда прямо так повисла и все потому что у нас в поселке солнце светило вдаль смотрели когда ехали по трассе тоже небо вроде чистый а вот здесь она зацепилась и висит там вот такой более-менее а ну и с этой стороны тоже он куча какая висит большая да но там буду мерить нашла здесь градусник не опущу он не достать нам подальше по мере даже на пляжике народу практически нет обычно здесь рано соседа и там камушки кидают про вообще всех испугал такая погода холод сумасшедший кто-то по-легкому одет а кто-то прям уже утеплен а наверху если посмотреть народ побольше ходит сейчас тогда для вас померяю температуру воды какая на данный момент здесь взял градусник наш и туда его баба и теперь останется немного подождать надеюсь не примут то что я здесь сижу рыбу ловлю рыбалка запрещена я так как будто здесь с удочкой такой беспалево сижу рыбку какую-то вытаскиваю да прям погодка конечно так подпортилась обещали вообще по этим по новостям то что до минус 6 будет в крыму вот но что-то не похоже на это вот утром я говорю было плюс 6 обычно так пишут либо это через три дня будет такое либо но с этого вообще не будет такой погоды наш вот я в рубашке в ветровочке но реально так ветер такой прохладный пронизывающий зато вид прикольный да такой на фоне заката этими тучками облачками все равно неплохо смотрится да я думал народу будет побольше будет что вам поснимать на так как-то скучновато в ялте вообще народу нету все по домам прячется наверное горячий чай пьют сладкими вкусняшками какими нибудь чего и нам придется наверное сейчас сделать уже юлька замерзла я у нее свитерок тоже легкая куртка но все равно отчет и прохладно не буду морозить и нельзя переохлаждаться все таки что там у нас по воде быстро он у меня измеряет температуру 15 градусов вода но 14 с половиной на 15 лет у меня даже 14 14 будем считать вот такая температура воды сейчас в ялте и а и мало конечно где в ялте вот так вот ну по крыму даже в парке мы тогда ходили мы вам говорили то что есть ступеньки но практически нигде нету пандусов для заезда например женщине 1 до с коляской пройтись и придется так возвращаться обратно выходить туда на набережную либо даже ну для инвалидов тоже как-то не особо предусмотрено хотелось бы конечно чтобы были такие заметки может кто увидит и исправит некоторые моменты особенно в таких вот больших общественных про местах я все таки взял себя в руки настроился теперь делаю фоточки для инстаграма для сообщества на фотик не просто на телефон все-таки телефон это телефон какой бы он не был на фотик все равно фотки будут лучше и интересней и цвета приятнее вот и разглядеть можно если даже поближе их чуть прибавить конечно качество instagram чуть теряет но так что не забывайте заглядывать ко мне в instagram смотреть stories которая снимаю просто так чисто из жизни что как таким по 15 секундчик интересные зарисовки что да как у нас происходит и посты пишу их хоть небольшие но зато хотя бы фоточки полистать можете всегда так что вот здесь вот будет на instagram ссылочка переходите подписывайтесь кто еще не подписан хотим сейчас под кафе апельсин вот это вот испаньолу спуститься туда и сделать оттуда пару кадров ну и вам заснять вид какой сейчас оттуда идет такой на ялту такое как это времени перед закатом скажем но здесь как я говорю народу реально чуть чуть побольше но не намного конечно как обычно это бывает но даже что-то он там продают стоит и платочки шапки в гости уже приглашают нас на бутик эклер пойдем в гости кто-то он даже в тир играет стреляет вот не всякие шапки носки валенки продают папа недавно здесь был шторм когда я в семье снимал здесь тоже был такой шикарный шторм прям мощный аж в брызги опять вот сюда все добивали на набережную туда я вот никогда не думал даже когда но сам не видел вот то что вот эта площадь может так спасать от волн которые идут со стороны море прямо здесь ваша разбивается аж брызги туда летят все конечно это зрелище такое шикарно но я думаю как-нибудь попаду еще потому что зимнее время штормов конечно побольше и мы заснимем обязательно кадры отсюда там пробегусь прям внизу под этими волнами брызгами что мы сейчас пойдем туда вперед кто-то сидит он был как люди на скамейке сидят просто наслаждается с шумом волн и морским воздухом дышит что тоже очень полезно еще из последних новостей которые прочитал набережные ялты хотят разделить грубо говоря по классам то есть хотят сделать эконом средний класс и люксовый класс посмотрим как у них это получится но типа даже и люксовый класс то есть будет там все на на vip уровне должно быть как бы вообще по мизерным цен посмотрим что из этого выйдет успеют ли они это сделать к началу следующего сезона но будем ждать конечно хотелось бы чтобы пляжи улучшались в лучшую сторону ну и не все чтобы они заставляли своими шезлонгами тенью потому что но это тоже не особо прикольно особенно как сделали тогда всеми из то что такое был огромный кусок пляже заняли вот этими навесами шезлонгами просто а там цены по 500 рублей и топчаны по 4000 ну куда это годится конечно люди не все себя могут позволить охотиться чтобы для всех людей все это было доступно вот так вот выглядит сзади меня сейчас ялта такие хмурые облака осенние висят и надвигаются на город так час мимо рапонжа мы прошли увидели то что люди туда заходят народ есть но не так много как обычно но в принципе сейчас вы видите на набережной народу нету всех ветром сдуло вот и у при входе там у людей я видел показываю сейчас телефонах этот курьер код то есть по курьеру коду заход что правило не поменялись все по курьеру коду везде ход даже там вот к этот как там куда мы походим подходили сейчас где кофе смотрели то есть отсюда можно купить так а если хочешь вовнутрь зайти посидеть то курьер код показывай пожалуйста добро пожаловать сиди отдыхай внутри меечки разукрашены которые тогда были подготовлены ко дню города это не они смогли заснять потому что они все сидели вот отдыхали то есть не видно было ничего толком вот тогда из дали смотришь более-менее так похоже на картину так ну посимпатично смотришь когда совсем близко конечно не особо понятно нарисованы еще одну скамеечку сейчас вам покажу там сейчас в той стороне набережной хотели посмотреть думали можешь по шаурме какой-нибудь скушать не что-то по 250 рублей мы когда в москве были поскольку там была шаурма по 150 рублей в крыму везде причем по 250 рублей но и по вкусу конечно вкуснее сделать самому вот в тех местах мы в двух не пробовали вот но где мы пробовали в крыму но не похоже она не сравнивается с московской конечно так что посмотрим еще чем-то дальше если будет и хот-дог ландила там тоже 250 рублей стоит а с одной сосиской обычный вообще даже не особо понятно почему такие цены но вот мы сейчас походили почти что 10 градусов показывает этого температура воздуха он у меня в рюкзаке ну как снаружи в кармашке лежит вот мы походили померили щас на этом от прогулка подошла концу вы не забывайте ставить палец вверх писать нам комментарии задавать любые вопросы или просто что понравилось что не понравилось вам пересылать наше видео своим друзьям у себя на странице можете опубликовывать своих соцсетях и кидать через ватсап вайбер одноклассники вот куда угодно знакомым близким и ждите следующее видео до новых встреч пока